приветствую всех на моем канале спасибо вам что вы смотрите это видео оно не совсем тему моего канала но тем не менее решила поделиться с вами моим опытом трансференции денег с банковских счетов из банковских платформ и я очень хочу порекомендовать вам платформу rtm как очень и очень полезную и оказавшую мне большую услугу и решившую мою очень сложную проблему с переводом моих заработанных денег как фрилансер я работал с одной платформой фриланс и заработала мои деньги но никак не могла их получить себе на счет то есть мои заработанные деньги висели просто вот так начну историю по быстренькому с того что я работала на как вы уже поняли на платформе на 1 заработала свои деньги и было у меня две опции только то есть два способа либо отправить эти деньги напрямую в банковский счет либо воспользоваться платформой паксум почему на банковский счет я могла перевести сумму превышающую 500 долларов а я заработала к сожалению несколько меньше чем 500 долларов и перевести напрямую мне это еще и платформа не позволяла на мой счет в банке а предлагала воспользоваться единственной платформой трансференции денег это платформа паксум и вот паксум это очень сложная платформа не хочу ее не ругать не хвалить но скажу только то что мне было очень сложно с ними работать прежде всего находясь то что я начинаю с того что я нахожусь в эквадоре это южная америка вот и здесь у нас тоже несколько проблемные банковские расчеты потому что пока пока еще не модернизированы ни банки не системы платежей ну в общем начнем по быстренькому расскажу в двух минутах том что прежде всего очень трудно было зарегистрироваться на платформе паксум во первых они никак не принимали мое селфи моё фото с моей идентификационной картой потому что то им было как-то мутно то было что-то еще не тот то не не тот был угол съемки в общем это заняло неделю пока они приняли у меня в конце концов мое селфи моё с моей идентификации а второй вопрос стал очень сильно и ребром прямо это подтверждением моего адреса домашнего дело то что я проживаю в стране в южной америке как вы поняли здесь я арендую квартиру вернее даже не я ее арендую арендуют мои друзья и контракт составлен на имя одного друга и вот этот друг как бы мне не родственник и никто а чтобы подтвердить что я живу у друга не это невозможно никаким способом потому что контракт составлен на его имя к тому же хозяйка тоже проживает тоже в другой стране и вот как я выясняла о паксума я им звонила потратив все свои деньги с мобильного потому что звонки были к ним очень длинные переключение с оператора на оператор ожидание их ответа и ожидание потом ответа на каждый мой конкретный вопрос и они говорят только одно что нужно значит подтвердить ваше постоянное место жительство такие требования нашей платформы и я говорю а как я могу подтвердить если у меня нету контракта на аренду и вообще каким образом это сделать тогда вы должны тот человек у которого вы проживаете он должен подтвердить что кем вы ему приходите причем я должна была приходиться ему каким-то родственникам то есть друг подтвердить что он мне друг не мог никто и действительно как можно подтвердить что кто-то кому-то друг вот это первое во вторых я вообще говорю я потом просто уже вошла в отчаяние потому что не могла понять а зачем поддержать домашние в современном мире где мы постоянно можем переехать с квартиры на квартиру даже если я контракт аренды и могу его и расторгнуть и могу переехать в другую квартиру и в другой город и в другую страну даже если asleep дома у меня их может быть три или четыре не зато я в них проживаю постоянно есть и тем более допустим у меня нет дома в этой стране-то я-то уже что даже Team российский паспорт своей пропиской что ли и тем более что это вообще очень сложно все созданияamazя будет переводить и и прописку, и паспорт, и какие-то еще, может быть, нужны нотариальные подтверждения, а кто мне сделает нотариальное подтверждение в Эквадоре, что я живу в России по такому-то адресу, даже если я им дам мой паспорт, для них это не документ с пропиской, в общем, короче, головная боль была просто ужасная, я уже почти отчаялась, опять позвонила им, опять потратила кучу времени, и они мне сказали, что тогда я могу дать как подтверждение свое водительское удостоверение, я им сфотографировала и послала водительское удостоверение, опять пришел как бы отказ, потому что только с одной стороны, а должно быть с двух сторон документ, я объясняла им, что в Эквадоре документ водительское удостоверение печатается только с одной стороны, второй стороны, задней стороны, то есть оборотной стороны, у него нету, но это было для них не аргумент, потому что вот такие у них правила, никто их решить не может, я пыталась дозвониться через них же, через операторов, отвечают только операторы, какому-то там более старшему менеджеру там или какому-то там более высокому должностному лицу в этой компании, и сказать, что это невозможно сделать никак, и вот я должна решить вопрос каким угодно образом по-другому. Короче говоря, сказали мне третий вариант, это может быть банковский документ, подтверждающий, что у меня открыт счет в банке и с моим домашним адресом, и опять же повторяю, ребята, в Эквадоре, например, банковские банки почти никогда не просят ваш домашний адрес, это практически никогда они не делают, и тем более, что, я говорю, у меня нет постоянного домашнего адреса, да, ну, короче говоря, пошла я, наконец-то один банк смог выдать мне этот банковский документ, в котором был указан мой адрес, это было сделать очень трудно, ребята, потому что сначала они меня отпечатали в черно-белом варианте, но нужно было послать PDF, и уже, чтобы он был именно цветной, то есть, в общем, ребята, я свой адрес подтверждала более чем три месяца, понимаете, вот под конец, вот просто, ну, совершенно чудесным образом я смогла подтвердить свой домашний адрес, на счет Паксума, и вот тут пошла еще одна история, нужно было теперь послать деньги с платформы Паксум в банк Эквадора, и вот опять незадача, опять засада, нету, ребята, у них соглашения ни с одним эквадорским банком, о, эта платформа Паксум, она не работает ни с одним эквадорским банком, и не может переслать деньги напрямую, в общем, слава богу, нашелся один друг, который нашел платформу RTM, который работает с очень многими, наверное, со всеми странами, я думаю, может быть, со всеми банками, и может переслать деньги, если я открою счет на RTM платформе, мне прямо на банк в Эквадоре, но опять же, значит, как я не могу, та платформа, с которой я работаю, и Паксум, и у меня нету такой возможности сделать это самой, мне пришлось, значит, прежде всего зарегистрироваться в RTM, открыть свой счет в RTM, это было легко сделать, они потребовали только заполнить мои персональные данные, которые в моей идентификационной карте, простите, заговариваюсь уже, вот, и после этого, значит, я должна была сделать селфи, то есть фотография с моей идентификационной картой или паспортом в руке, ну, как это обычно делается, и отправить им, и менее чем за сутки, где-то часов за 12 пришло подтверждение, что мой счет в RTM успешно открыт. Далее, процедура пошла такая, нужно было найти помощника, который имеет счет в Паксум, и имеет счет в RTM, который может перевести мне деньги через Паксум. Я подала заявку на RTM, и в течение трех дней, менее чем через три дня, ответил мне человек, у которого была возможность, у которого был счет в Паксуме, и который мог мне помочь. Значит, мы с ним сделали так, я со своего счета в Паксуме перевела деньги на его счет в Паксуме, на счет моего помощника в Паксуме, мотивируя тем, что я ему оплачиваю, предположим, выполненную для меня услугу. Вот, там не требовалось подтверждения, какую именно услугу, ничего такого, просто что он мне выполнил услугу, и я ему делаю оплату, и посылаю ему деньги с моего счета в Паксум на счет его в Паксум. Далее он просто легко берет эти деньги со своего счета в Паксуме, и посылает их на свой счет в RTM, вот и все. И с меня он за это, и затем со своего счета в RTM он переслал на мой счет в RTM, и взял с меня комиссию 19% от пересылаемой суммы. Ребята, 19% это было ничто по сравнению с теми попытками найти другие платформы, которые брали намного больше, до 50% от суммы брали, и даже более брали, даже до 80% от суммы только за то, чтобы я могла получить свои заработанные деньги. То есть получается, что выполненная мной работа, это вообще уже получалось, от зарплаты не оставалось ничего, ну почти ничего. Вот, а тут с меня взяли 19% и он тут же перевел деньги со своего счета в RTM, тут же и автоматически снял с меня оплату на мой счет в RTM, и затем RTM легко и просто перевело их на мой банковский счет в моей стране, Эквадор, где я сейчас живу, вот, и на мой счет, и взяло за это всего где-то комиссию самого RTM составила 1 доллар 10 центов примерно. Ну, может быть, чуть побольше, я уже точно не помню, но где-то около доллара, скажем, с копейками, да, с центами. Доллар 10 центов, доллар, может быть, 20 центов. Вот, и все, то есть комиссия RTM просто минимальная. Ребята, я вам очень рекомендую, очень рекомендую, потому что с любой суммы комиссия очень маленькая, вот. Ну и, как в моем случае, пришлось воспользоваться помощником, то заплатила помощника, но это уже его доход, его гонорар, его зарплата. Вот, а сам RTM берет просто, ну, копейки, просто мелочь, понимаете, вот 1 доллар с чем-то, ну, ничего, можно сказать. Вот, так что, вот, весь процесс уже, с того момента, как мой помощник уже начал помогать мне, это заняло менее чем 1 день, то есть в течение 48 часов я получила спокойно свои деньги, заработанные на мой банковский счет в Эквадоре, и совершенно спокойно могла уже пойти и снять их с моего счета, и пользоваться ими спокойно, как моими заработанными деньгами. Так вот, друзья мои, все, кто меня слушает, надеюсь, вам мое видео было полезным, извините, там, за несколько сбивчивую речь, но хотела бы с вами поделиться, что и порекомендовать вам платформу RTM, как очень хорошую платформу, недорогую совсем, и очень быстро выполняющую все операции, и работающую с очень многими банками, в отличие от многих других платформ, которые неизвестно, что обещают. Ребята, пользуйтесь RTM, если вам это будет нужно, успехов вам, и, в общем-то, всего хорошего. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...